Эксперименты со сверхнизкими температурами на Международной космической станции Наука в НАСА На Международной космической станции исследователи собираются достичь температур более низких, чем в космическом вакууме. В 2018 году устройство для охлаждения атомов отправится на МКС. Это Cold Atom Laboratory – лаборатория холодного атома. Данное оборудование сможет охлаждать вещество до температуры, которое лишь на одну десятимиллиардную долю градуса выше абсолютного нуля, чуть выше точки, в которой теоретически прекращается вся тепловая активность атомов. «При такой температуре атомы теряют свою энергию и начинают двигаться очень медленно», – поясняет Роб Томпсон. Научный сотрудник проекта Cold Atom Lab из лаборатории реактивного движения НАСА. При комнатной температуре атомы отскакивают друг от друга во всех направлениях со скоростью, равной нескольким сотням метров в секунду, но внутри Cold Atom Lab они замедлятся в миллион раз и конденсируются в уникальную разновидность материи. Cold Atom Lab – многопользовательский объект, который поддерживает многих исследователей, изучающих широкий круг тем. Эрик Корнелл, физик из Университета Колорадо, возглавит один из первых экспериментов на уникальном оборудовании. Корнелл и его команда будут использовать Cold Atom Lab для изучения соударений частиц и их взаимодействия друг с другом. Ультрахолодное вещество, получаемое в лаборатории холодного атома, может содержать молекулы, состоящие из трёх атомов, но в тысячу раз больше, чем типичные молекулы. Это означает, что вещество имеет низкую плотность, и молекулы быстро разрушаются, если только не остаются очень холодными. Как ведут себя частицы при увеличении их количества? Что можно узнать о квантовых объектах, когда одновременно взаимодействуют несколько атомов? Эрик Корнелл говорит, в этом состоянии атомы начинают вести себя очень сложно, непредсказуемо и противоречиво, поэтому мы и занимаемся данными исследованиями. Корнелл является лауреатом Нобелевской премии по физике 2001 года за получение конденсата Боза Эйнштейна, одного из агрегатных состояний вещества. Это агрегатное состояние может быть исследовано внутри Cold Atom Lab. Конденсат Боза Эйнштейна, по сути, представляет собой квантовые частицы, которые одновременно ведут себя как частицы и как волны, и существуют при сверхнизких температурах. В космосе, в условиях микрогравитации, частицы конденсата Боза Эйнштейна могут сохранять вышеуказанные свойства от 5 до 10 секунд. Это намного дольше, чем на Земле, благодаря чему у исследователей появляются новые возможности. Роб Томпсон говорит, мы можем использовать Cold Atom Lab для проверки общей теории относительности и квантовой механики. То, как их согласовать друг с другом, это одна из важнейших проблем современной физики. Физик из Университета Ротчестера Ник Бигеллоу и ученый из Университета Беркли Хольгер Мюллер вместе со своими коллегами планируют использовать Cold Atom Lab для проверки краеугольного камня теории относительности Эйнштейна – принципа эквивалентности, согласно которому гравитационная и инерционная массы тела равны. Ученые планируют повторить знаменитый эксперимент Галилея, который сбрасывал пушечные ядра с Пизанской башни, с той разницей, что они планируют использовать атомы. Позволяя атомам свободно парить внутри установки Cold Atom Lab в течение нескольких секунд, пока космическая станция летит по своей орбите вокруг Земли, исследователи точно измерят изменения в ускорении этих атомов. Этот эксперимент может показать, как гравитация и пространство-время связаны с квантовой физикой. Джейсон Уильямс, исследователь из лаборатории реактивного движения НАСА, планирует изучать ультрахолодные молекулы, состоящие из двух атомов, для разработки следующего поколения инструментов для гравитационных и квантовых экспериментов. А для этой лаборатории холодного атома запланировано еще множество экспериментов, и никто не знает, куда они приведут. С лабораторией холодного атома, говорит Роб Томпсон, мы ступаем на путь, ведущий в неизвестность. Редактор субтитров А.Семкин